Андрей Михайлович, с победой тяжелая игра. Ваш комментарий? Ну, согласен с вами, что тяжелая игра. Было тревожно перед этой игрой, именно тревожно в том плане, после предыдущей игры со Слуцком, как команда воспримет победу в Слуцке. Потому что в Слуцке многое решалось. Игра была, честно сказать, валидольная. Выиграли, на последних минутах вырвали победу. И важно было, чтобы команда не почувствовала, что мы уже вторые. Именно тяжело в плане психологии настроить было на эту игру. Неделю над этим работали. Ну, скажем так, не очень получилась игра. Особенно второй тайм. Хотя в первом тайме моментов создали в начале игры уйму. Должны были забивать и спокойно доводить матч до победы. Но вместо этого получили нервную игру. Важно для вас, как для главного тренера, было еще настроить ребята психологически. Потому что понятно, что Арсенал хоть и идет внизу тренирует таблицу, но будет цепляться за любую возможность. Как вы настраивали команду сегодня? Ну, я об этом и говорил, что не смотрите на таблицу. Все команды здесь, в принципе, плюс-минус одинаковые. Да, есть Маргонь, которая немножко слабее. Остальные все могут играть. У нас в первом круге была тяжелая игра с Арсеналом, который мы выиграли на 90 минуте. И сегодня мы могли как выиграть, так и проиграть. Поэтому психология здесь играет немаловажную роль в настроении команды. Но я говорю, сегодня до конца они не были настроены. Этот чемпионат шел в таком очень плотном графике. За четыре месяца сыграли 22 игры. Ты правильно подметил, что чемпионат очень сложный. На моей практике я вообще никогда не сталкивался ни в бытность тренером, ни в бытность игроком. Я думаю, что мы даже меньше, чем за четыре месяца. Первую игру мы 25 мая играли. 22 игры. Четыре раза приходилось играть не за неделю три игры. Поэтому ребятам было тяжело. Плюс учитывать надо то, что лето было очень жарко. То есть мы, по сути, только пару игр сыграли в более-менее приемлемых условиях. А так, за это, конечно, ребятам отдельное спасибо, что они терпели. Но я говорю, чемпионат выдался очень сложным. Впереди стартует финальный этап. Жеребьевка завтра так же будет? Как будете настраивать команду и как будете готовиться к финальному этапу второй линии? Ну, жеребьевка, да. Завтра отдыхать уже, как бы говорится, некогда. Но, скажем так, сейчас у нас гора с плеч как бы свалилась. Немножко команда должна раскрепоститься. Да, там будут немножко другие команды. Но есть команды хорошего уровня. Есть команды послабее. Настраиваться, играть и почувствовать себя просто на другом уровне. Андрей Бухлович, какие дальнейшие планы? Дальнейшие планы, планы, планы. Прийти домой и выпить бокал вина. Спасибо. Егор, с победой 2-0, Верена Виктория. Твой комментарий по сегодняшней игре. Спасибо. Тяжело далась игра, когда на кону стояло очень много. Тяжело было войти в эту игру. Арсенал неплохая команда. Она много атаковала в первом тайме. Из-за боязни потерять все, к чему шли. Были индивидуальные ошибки. Но так хорошо сыграли. Провели игру, победили. Вышли во второй этап. Насколько психологически было сложно настроиться на этот матч? Тяжело. Тяжело было настроиться. Много говорили в тренировочном цикле. Но победили. У команды была неудачная серия. Теряли очки. Были поражения, были ничейные результаты. Что все-таки произошло в команде, чтобы удалось так собраться и выполнить главный цикл? Настроились на игры. Там где-то немного не повезло. На последней минуте пропустили. Так хорошо шли. После этих трех матчей. После этой серии три ра подсобрали нас в раздевалке. И получилось то, что получилось. Какие ожидания от финального этапа, жеребка которого состоится уже завтра? Как можно выше. Как можно выше занимать места, побеждать. Спасибо.